Масштабные работы закранули у весь город, працы и дзень на центральных улицах и при уезде у Рыхачоу. После ухода Дня белорусского письменства будет отремонтована, реконструирована и доброго парадкована больше 40 объектов городской инфраструктуры. Основная наша нагрузка легла на центральный стадион и на нашу парковую зону. То место, которое станет основным местом встречи наших гостей на Дне белорусской письменности. Рыхтуют город до свято коммунальные и дорожные службы, а так само будут внешние организации из разных районов в области. Дякуючи с уместным намаганием, город начал набывать новое обличие. У приватности шмат сделано по программе развития жилево-коммунальной господарки. Это капитальный ремонт с элементами утепления, доброго парадкования и озеленения территории. До того же были заменены амальуси водопроводные сетки. Их огульная протяглась склала около 12 километров. Были захвачены все дома. Центральная улица Нашаленина, улица Богатырева, это на въездных дорогах, город Рогачев, улица Кирова. Также ведутся работы по текущему ремонту жилых домов. При приезде гостей 3-4 сентября, я думаю, город преобразится. И кто ранее здесь был, восхитятся и, я думаю, не узнают его. Не глядя на то, чтобы давнейшие работы о Шипакуль не завершены, жихары города по вартости оценили взробленные за опошние месяцы. Мы, конечно, очень счастливы в городе, что у нас пройдет такой праздник, что нам выпала честь принимать гостей. Город преображается. Он становится совершенно другим, прекрасным. Ну, еще идут, конечно, подготовительные работы, но уже видны результаты этого труда. Тут без сомнений, упройдя незабывное святое, Коападоро-Тюсим гостям шмат проемных эмоций. А обновленный город будет удалейшим радовать своих же хоров и гостей. Дмитрий Котов, Вероника Ворошильна, Ялген Макеенко. Телерадоя компания «Гомель» Заргачевского района.